Русскую псовую борзую называют аристократом среди собак и собакой аристократов. В этой уникальной породе гармонично сочетаются Европа и Азия. Европейская элегантность дополняется истинно азиатской невозмутимостью, ненавязчивостью и гордостью. Внешне русская псовая типичная борзая, высоконогая, худощавая, с длинной, узкой и сухой головой. Шерсть у нее тонкая, без подшерстка, от шелковистой и длинной до кудрявой и жесткой. Первые документальные свидетельства о существовании борзых на Руси относятся к началу XVI века. О них упоминал в своих дневниках посол Священной Римской империи Гербернштейн, описывая выезд великого князя московского Василия III на охоту. Более основательно разведением борзых начали заниматься в эпоху Ивана Грозного. После взятия Казани и Астрахани в России появились восточные борзые. Русским помещикам так пришлась по вкусу охота с быстрыми ловчими собаками, что они захотели создать свою собственную породу борзы. Для этого восточных солюки скрестили с местными охотничьими собаками. Русские собаки дали новой породе силу и отвагу, а восточные – легкость и грациозность. Позже к русским псовым борзым приливались крови и западных борзых – грейхаундов и дирхаундов. Богатые помещики держали охотничьих собак целыми сворами. Со временем это привело к тому, что во многих губерниях сформировались свои разновидности псовых борзых, которые назывались по фамилиям владельцев. Но основных типов было всего четыре – старинная русская псовая, курлянская, густопсовая и чистопсовая. Русские псовые очень ценились за великолепные охотничьи качества, отличное зрение, злобность по отношению к зверю, выносливость и способность развивать большую скорость, особенно в беге на короткие дистанции. Хорошие борзые ценились очень высоко и служили показателем высокого статуса своего владельца. После отмены в 1861 году крепостного права многие помещики, лишившиеся дармовой рабочей силы, уже не могли держать большого количества собак. Но, как ни странно, эта ситуация пошла породе на пользу. Разведением русских борзых стали заниматься только знатоки своего дела. В Москве даже было организовано Императорское общество распространения охотничьих собак. Еще одним испытанием для развития породы в России стала революция 1917 года. Большинство опытных заводчиков эмигрировали, и долгие годы количество русских борзых в Европе было значительно выше, чем в России. Это привело к тому, что между европейской и советской популяциями возникли различия. В наше время к русской псовой борзой возвращается популярность, однако эту прекрасную породу, к сожалению, не обошли стороной проблемы, общей для всех четвероногих охотников. Собаки так называемого «шоу-разведения» больше частью из охотников превратились в компаньонов и начали терять свои рабочие качества. Но несмотря ни на что, облик русской псовой борзой остается воплощением элегантности и безупречного стиля. В поле эта собака, кажущаяся изнеженной аристократкой, преображается. Охота с борзой – это охота без ружья. Благодаря острому зрению она легко находит добычу, а совершенное анатомическое строение позволяет ей в считанные секунды догнать зверя. Русские псовые работают не только по лисице и зайцу, они способны в одиночку взять волка. За рубежом их даже называют русским волкодавом. Но в отношениях с людьми русская псовая – очень уравновешенное, даже невозмутимое животное. Прирожденный аристократ, она хорошо уживается даже в небольших семьях с детьми. Русская псовая борзая хранит верность тому, кто ее чувствует, понимает, не стараясь подавить ее волю. Она неподобострастна и неугодлива, но прекрасно вписывается там, где находит понимание и любовь.